При морфологическом пунктуационном разборе предложения важно правильно определять его грамматическую основу. Умение быстро выделить подлежащее, сказуемое поможет грамотно расставить знаки припинания, а также разобраться в смысле предложения. Именно грамматическая основа является смысловым центром предложения, его предикативным ядром. Отлично, если человек уже научился быстро выделять грамматическую основу. Однако зачастую может показаться, что определить предикативное ядро очень просто. На самом же деле небольшое усложнение задачи сразу ставит в тупик. Энтон Пепеп? Все дело здесь в том, что в современном русском языке очень богатые ресурсы, разнообразные синтаксические связи. Подлежащие и сказуемые вовсе не обязательно выражаются существительным и глаголом. Разумеется, в предложении дерева стоит под окном многие без труда найдут грамматическую основу. Мы видим здесь существительное, оно явно представляет собой главный член предложения. Речь идет именно о дереве. Можно легко задать от этого подлежащего вопрос, что делает. Найти таким образом и сказуемое. Дерево стоит, вот наша грамматическая основа. Но далеко не все предложения построены так просто. Вам важно запомнить, какими частями речи может быть выражена подлежащая сказуемая, по какому алгоритму необходимо искать грамматическую основу. Надо знать, как найти грамматическую основу предложения, помнить все нюансы, чтобы потом точно анализировать тексты, правильно расставлять пунктуационные знаки. Запись сгенерирована в Яндекс Клауд. Грамматическая основа предложения. Важные моменты. Запомните несколько важных моментов, чтобы научиться определять грамматическую основу предложения. Обязательно записывайте все основные сведения. Лучший вариант – представить информацию в таблицах. Пусть у вас всегда будут под рукой таблицы на плотных листах бумаги или картона. Так вы быстрее все запомните, а потом уже не будете заглядывать в ваши карточки. Вот простые правила, которые вам помогут. Полный разбор предложения по частям. Определяйте грамматическую основу тщательно, старайтесь сначала найти наиболее подходящий вариант, а затем исключить все остальные вероятные. Проще всего быстро выполнить анализ предложения, подчеркнув все члены и задав соответствующие вопросы, определив синтаксические связи. В сложных случаях только такой путь наиболее надежный. Это займет не так много времени, зато вы будете уверены, что точно нашли предикативное ядро. Карандаш, ручка, черновик. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит. Активно пользуйтесь черновиками, карандашами и ручками. Делайте все необходимые пометки, надписывайте части речи прямо над словами, подчеркивайте все члены предложения привычными линиями и пунктирами. Именно на черновике вы сможете спокойно разобрать предложение, углубиться в его лексическое и грамматическое значение. Без спешки? Ни в коем случае не старайтесь сделать все как можно быстрее. Вы наверняка допустите ошибки, поскольку при синтаксическом анализе необходимо относиться к каждому случаю с удвоенным вниманием. Вы можете успешно найти грамматические основы в нескольких предложениях, а затем начать совершать ошибки. Нельзя пытаться определять подлежащее и сказуемое наугад. Члены предложения части речи. Забудьте о прямой взаимосвязи отношения слова к частям речи и его роли в предложении. Если перед вами существительное, не стоит сразу предполагать, что оно является подлежащим. Сказуемые тоже далеко не всегда выражены глаголами. Такое сложное сказуемое. Зачастую больше проблем возникает при определении сказуемого. Вам понадобится запомнить все типы сказуемых, чтобы находить грамматические основы точно. Когда вы будете не просто определять сказуемое, а точно называть его тип, вы сможете с уверенностью сказать, этот член предложения найден правильно. Неожиданные подлежащие. Внимательнее относитесь и к определению подлежащего. Оно может быть выражено даже союзом. Ознакомьтесь с примерами, чтобы избавиться от стереотипов, иметь более широкое представление о грамматических основах в русском языке. Озвучено Яндекс Спичкит. Лучший способ научиться определять грамматические основы предложений правильно – ознакомиться с примерами и запомнить типы сказуемых. Алгоритм определения грамматической основы вам тоже пригодится, он достаточно простой. Определяем грамматическую основу по алгоритму, запомните несложные правила. Соблюдайте последовательность действий, чтобы правильно находить подлежащее и сказуемое в предложении. Сначала работайте в черновике. Вы ищете грамматическую основу? В нее входит подлежащее и сказуемое. Лучше начните с подлежащего. Внимательно прочтите предложение. Вдумайтесь в его смысл. Сразу подумайте, какое слово может быть подлежащим? О чем говорится в предложении? Какой член конструкции может отвечать на вопросы «кто?» Что? Являться носителем действия или определяемым? Лицом? Например, папа шел домой. Вы сразу видите подлежащего папа, которая является носителем действия. Папа идет. Именно об этом говорится в предложении. Когда вы уже определили подлежащее, следует переходить к сказуемому. От подлежащего к сказуемому можно задать условный вопрос, хотя традиционно считается, что в грамматической основе части равноправны. Однако вы быстро сумеете определить связь. Папа, что делал? Шел? Грамматическая основа определена. Помните, что предложения могут быть односоставными. Не все грамматические основы состоят из подлежащего и сказуемого. Рассмотрим примеры. Назовное предложение с подлежащим. Холодная зима. Определенно личное предложение. Есть только сказуемое. Приходите завтра. Безличное есть сказуемое. Вечереет. Обобщенно личное. Грамматическая основа состоит из сказуемого. Нас так учили. Неопределенно личное. В грамматической основе нет подлежащего. Тебя там встретят. Если вам попалось сложное для восприятия предложение, оно слишком длинное, в нем много членов, удобнее всего разобрать его целиком. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.ПичКит. Даже если вам показалось, что вы уже нашли грамматическую основу, попробуйте определить роль других членов предложения. Вполне вероятно, что вы что-то упустили, не обратили внимание на некоторые слова, их значение в предложении. Обязательно проверьте себя еще раз, когда выполнили работу. Проанализируйте смыл предложения, синтаксические роли всех его членов. Убедитесь, что ваша грамматическая основа действительно является предикативным ядром, несет основное лексическое и грамматическое значения. Можно переносить все в чистовик. Работайте максимально тщательно. Определяйте грамматическую основу именно по ее синтаксической роли в предложении, не отвлекайтесь на то, какими частями речи являются слова. Различные грамматические основы, подлежащие и сказуемые. Несколько нюансов, чтобы лучше ориентироваться в особенностях грамматических основ, ознакомьтесь с некоторыми примерами. Так интересно рассмотреть, какими частями речи могут быть выражены подлежащие. Существительное Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Лето наступило неожиданно. Личное местоимение Она вернулась домой Вопросительное местоимение Что произошло? Числительное 8 меньше 10 Прилагательное Фиолетовый, мой любимый цвет Союз И соединительный союз Существительное в именительном падеже и существительное в творительном падеже Мама с дочкой пошли в театр Обязательно запомните типы сказуемых, чтобы правильно определять грамматические основы, не оставлять ее части необозначенными Например, некоторые слова можно просто пропустить При полном разборе предложения вы сразу увидите, что они остались без своей синтаксической роли Сказуемые могут быть простыми глагольными ПКС, составными глагольными СГС и составными именными СИС ПКС В данном случае сказуемое выражается личной формой глагола Она размышляет Николай гуляет Зима начинается Запомните, ПКС иногда выражено фразеологизмом со спрягаемой глагольной формой Его можно заменить глаголом с прямым значением Запись сгенерирована в Яндекс Клауд Костя бьет баклуша, бездельничает СГС, сказуемое состоит минимум из двух слов В нем есть инфинитив глагола и связка В роли связок обычно выступают слова Умеет, любит, хочет, может продолжил, закончил, начал Я хочу петь Миша перестал заниматься Таня любит слушать музыку СИС Такое сказуемое состоит из глагольной связки и именной части В роли именной части выступают наречия, причастия, именные части речи Связка – это глагол быть в личной форме Обратите внимание Глагол может быть пропущен, но перед вами сказуемое Пробуйте подставлять его самостоятельно Лето будет жарким День пасмурный Задача быстро решена Анализируйте предложение тщательно, будьте внимательны и помните все важные моменты Тогда вы будете находить грамматическую основу правильно Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс Спичкит Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Всем пока